А потом, когда в 54-м году уже случилось, и когда в ЦК я уже, принимали мы решение о крымских татарах, вот после возвращения, вот это все, я нашел записки от Жубея. И он описывает, что происходило в начале 54-го, не, в мае 54-го года. Хрущев с ним приехал в Крым, потому что эти, я кто понял, эти люди писали постоянно письма. В ЦК. Хрущев, забери нас отсюда, они тут не могут жить. Хрущев приехал, они к нему высыпали навстречу, пишет от Жубей, и начали от него требовать, забрать их в Орловскую, туда, где они жили. Где нет москитов. Ну, где бульба растет хотя бы. Хрущев, не останавливаясь в Крыму, поездом, специально, он едет в Киев. Тогда был секретарем первым ЦК Кириченко. И зашел к Кириченко и говорит, что вот такая ситуация, я считаю, что Украина должна взять Крым себе, так как у вас Херсон, там другие люди знают, как вести хозяйство, чтобы они, ну, спасали Крым. Вот так дословно. Кириченко говорит, нет, ну, это же не шутка взять целую область здоровенную, бюджет, ты же понимаешь, планы, то все надо. Сами тяжело живем. Тяжело живем. Он начал сопротивляться. Он берет Кириченко в Москву на политбюро. И политбюро ЦК КПСС принимает решение до этих решений РСФСР, Верховного Совета. Ну, тогда все же начало. Штамповалось. Политбюро делали, эти повторяли. И политбюро Украины принимает решение принять Крым. Вот ответ на вопрос, когда говорят, нам подарили, мы вложили за это время, так подсчеты показывают, за дороги, вода, там, каналы, санаторий, больше 100 миллиардов долларов. Больше 100 миллиардов. Это то, что известно. А сколько труда, а сколько всего того, что не считалось и не подсчитывается и не будет подсчитано никогда.